С Новым Годом, друзья! Но есть ли что-нибудь новое под солнцем? Не зря ли премудрый экклесиаст указывает на то, что ничего нет нового с тех пор, как начал человек свои безрадостные дни на земле в уповании помилования от Господа проживать? И смерть встречает всякого на исходе земной жизни его, и грехи, и страсти человеческие, кажется, продолжают туманить каждого душу с силой не меньшей, а все увеличивающейся. Но воистину новизна присутствует и в жизни человечества, и в жизни каждого из нас, если с воплотившимся Христом Спасителем, и мы соединяем свою жизнь, и, неся вслед за ним свой жизненный крест, уповаем быть и в вечном его воскресении. Еще прежде зачатия Пречистой Девой Марией, при благовестии Архангела Гавриила, было наречено имя, имеющему родиться от нее Спасителю, и наречешь ему имя Иисус. Так вот, Новый год, обновление времен, для нас связано с наречением имени Иисус, Богомладенцу Христу, тогда, когда совершалось по иудейскому чину обрезание. Бывало это на восьмой день после рождения ребенка, мужского пола, обрезывая крайнюю плоть его, нарекали ему имя. Он таким образом регистрировался в обществе израильском, в обществе, призванном взирать на Бога своего и ожидавшим Мессию, который будет уже не одного лишь Израиля, спасителем, но и всего человечества. Этот день и есть обновление времен. Христу нарекается имя, Бог спасает, в переводе с древнееврейским, именно это обозначает имя Иисус, поэтому наше краткое русское наименование спас совершенно отражает и имя, и содержание этого имени, которым был наречен наш Спаситель. Новый год таковым непременно будет, если мы встречаем его с упованием на Господа, если молитва Господня, Отче наш, это непрестанное воззвание нашего сердца, и слова «да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя» произносятся нами искренно и непрестанно, становятся внутренним дыханием нашим. И это есть признак того, что дошло до нас благовестие о Христовом служении, о нашем спасении. Это значит, сердце наше ответило взаимностью на любовь к Господню, явленную к нам. Это значит, уже в этой земной жизни, в этой юдоле плача, мы имеем залог будущей, вечной жизни, нерасторжимого единства с воскресшим Христом Спасителем. С Новым годом, друзья! Единства с Господом и радости о Христе!